Дарит голубой колокол, и само небо не потерпит мучителей. Ударит колокол, ударит. Что ты, что ты, Дарьюшка, даст Бог, и все обойдется. Обойдется? Губы Дарьюшки еще сильнее задергались. Ты жестокий, жестокий. Я помню, все помню, как ты держал меня под замком, как мучил Дуню. Ты, ты ее погубил, и меня терзал, как волковечку. Тогда в пойме вот этими своими лохматыми руками душил меня. Глаза твои черные, как две могилы. Змеи в твоих глазах, когти зверя на твоих пальцах. Гляди, гляди на свои когти, хватай за горло всех, хватай души. У Елизара Елизаровича дух занялся. Это ж публичное посрамление. Презрительно смотрит на него подтянутый строгий капитан. Что он думает? Подпоручик и тот ухмыляется. Господи, осрамила на весь свет. Дарьюшка метнулась к Григорию, и в ее печально потерянных глазах разлилась такая мука, что капитан отвернулся. И ты здесь, черный дух, ну терзайте же меня, терзайте. Вы вечно кровью питаетесь, людской кровью, как волки. Ну что пятишься, зверь в казачьих погонах? Хватай шашку, руби меня. И распахнув полы жакета, выставила грудь. Вот я вся здесь. Или ты ждешь, чтобы я сняла платье, как тогда ночью, и ты будешь рубить меня на куски голую? В тюрьму меня упрятали мучители на поругание. За что? За тех несчастных, которые гнали в цепях. Терзайте же, терзайте. Успокойтесь, успокойтесь, верещал жандармский щеголь, весьма довольный зрелищем. — Дарьюшка откачнулась, подлец. Ты вчера доволен был, когда тот офицер, что гнал арестантов, терзал мое тело и изгалялся? О, Боже! Где же люди? И, взглянув на отца, запинаясь, выговорила. — Они меня. Вчера. Хоть бы мне умереть. Надо бы сейчас же в каюту, — сказал подпоручик, — чуя недоброе. — Погоди, иконников, — бросил Елизар Елизарыч. — Ну что они вытворяли, Дарья? Говори. Тот офицер. Насиловал. А тот ухмылялся потом. Насильники. Бред, бред, — являл подпоручик. Вы же понимаете, в каком она состоянии, это же... Елизар Елизарыч сапал его за скрипучие ремни и так тряхнул, что с того слетела фуражка. — Бред, — говоришь, — да я из тебя. Стойте, — вмешался строгий капитан. — Тут следует разобраться спокойно, господин Юсков. Гулаками и себе повредите, и дочери не поможете. — Я из тебя душу выну, — гремел Елизар Елизарыч, не отпуская подпоручика. Душу твою поганую, тюремными стенами прикрылся лещ. Надо вызвать ротмистра Толокнянникова, — продолжал капитан, взяв Елизар Елизарыча за плечо. Или пойти к нему, это же уголовное преступление. — Пожалуйста, — лепетал подпоручик. — Вы же сами подписали протокол, господин Юсков, что ваша дочь психически ненормальная, и что она напала на конвой в состоянии невменяемости. Как же можно поверить ее бреду? — Вранье, — оборвал Григорий, — она не в таком состоянии, чтобы ничего не помнить. Меж тем, внимание Дарьюшки захватило одно слово на спасательном круге — Россия. Много-много кругов, и на всех черным по белому. Россия. — Россия, Россия. Я так ждала Россию, — промолвила Дарьюшка, глядя на пробковые калачи. И она пришла, Россия. Но почему она белая? Она же вся в крови, льется, льется кровь по всей России. А сама Россия белая-белая, да-да. Я понимаю, пароход «Россия» — это не сама Россия. Хоть бы мне уехать на Россию от насильников с оружием. Везде, везде насильники с оружием. И люди кругом немые, точно камни. Гонят их в цепях, сажают в тюрьмы, мучают на каторгах. И они идут, идут по России, гремят цепями и молчат. Вечно молчат. Долго ли они будут молчать? И царь на престоле сидит в крови, и жандармы в крови. А люди все терпят, терпят и молчат, как камни, о боже. «Слышите, как полагаете, в здравом она уме съязвил подпоручик, отпущенный, наконец, Елизаром Елизарычем?» «Капитан напомнил, вы, господин Юсков, вправе потребовать у Ротмистра расследования. Почему ваша дочь оказалась в тюремной больнице? Разве ее туда определил суд? И почему отправляют под конвой? Или вы отказались от дочери?» «Помышлений не было», – воспрял Елизар Елизарыч. «До полковника Зубова дойду, до губернатора, до сената. А ну, Дарья, пойдем к Ротмистру». Она покачала головой. «Я свое прошла, меня увезет Россия». Капитан подсказал оставить Дарьюшку на пароходе с конвойным солдатом, которому поручено доставить больную в Красноярскую психиатрическую больницу. А с жандармским подпоручиком пойти к Ротмистру. Подпоручик ликовал, физиономия уцелела. А тюремные стены непроглядные, на то и тюрьма, чтобы творить насилие. Ротмистр, конечно, обещал строжайшее расследование, заявление господина Юскова, хотя, если ваша дочь невменяемая, то как же можно всерьез принять ее слова? Она и царя помышляет сверху. Елизар Елизарыч, поддержанный капитаном, потребовал освободить больную от конвоя. Ротмистр согласился освободить на поруке с условием, что Юсков непременно доставит дочь в больницу с пакетом, и только после того, как будет получен из губернской больницы протокол медицинского освидетельствования, в котором подтвердится, что Дарья Юскова больная, дело по обвинению ее в государственном преступлении будет закрыто Ротмистром. Пришлось Елизару Елизарычу, не теряя времени, слетать на тройке в Абаканское к своему управляющему, чтобы тот за время его отсутствия отправил бы необходимые товары с пристани, Сорокиной в Уренхай, и сам поехал туда бы, чтобы вовремя перегнать закупленный скот через Саяны. Елизар Елизарыч собрался в дорогу не один, а, конечно, с Аннушкой, чтобы помогала глядеть за дочерью. Смиренный управляющий не возражал, ничего не поделаешь, коль... Тимофей сидел в переднем углу и все еще никак не мог поверить, что Дарьюшка сошла с ума. Она его ждала, Дарьюшка, мучилась, вынесла издевательство, но не уступила жестокому отцу, не вышла замуж за Исаула Патылицина. А он, Тимофей, думал, что она давно замужем, потому и на письма его никто не отвечал из Белой Елани. Оказывается, ни одно письмо не дошло. Хотя он был награжден четырьмя георгиевскими крестами, но на груди у него сверкал один золотой. Остатки разбитой дивизии, в которой служил Тимофей еще в Смоленске, влились в новую сформированную дивизию, а прапорщик Боровиков со штабом полковника Толстого прибыл в Красноярский гарнизон, а из гарнизона в отпуск домой. Дома ли? Что он здесь оставил в Белой Елани? Надеялся встретиться с Дарьюшкой, узнать, в чем дело, и вот удар. Хотел было немедленно повернуть обратно, чтобы захватить пароход, но удержали земляки, Зырян, Головня, Полицильный, Крачковский. «Побудь с нами, Тимофей Прокопич, не брезгуй, да и пароход не захватишь. А Дарью найдешь в Красноярске, туда ее увез живоглот». И Тимофей остался погостить. Ланюшка почивала дорогого гостя. «Блинчиков отведай, Тима!» «Спасибо, тетя Ланя!» «Отведай, отведай, не обижай!» Ольга-приискательница, бедовая вдовушка, подсела к Тимофею, вытеснив старого Зыряна, певучее проговорила. «Не видела тебя, когда ты здесь жил до войны. Влюбилась бы, истинный бог! Сила у тебя, вижу, таежная, с такой силой золото брать!» «Не для меня золото!» — буркнул Тимофей, косясь на Ольгу. «Ой, Ли! На золото и царь падок! А я с царем не в одной упряжке. В чьей же ты упряжке?» «В рабочей. При вашем благородии?» «Благородие не для меня. Сниму погоны, придет время». Кузнец, щурилась Ольга, и, взяв стакан с самогонкой, «Кручина не лучина, милый. Догорит в сердце и дыму не оставит. Выпей со мной, чтоб догорела кручинушка. Я ведь тоже на золото не падка». А пошла в тайгу, чтобы самое себя испытать. «И золото ко мне пошло, спроси у приискателей. У кого в руках фарт? Про меня скажут. А фарт мой со слезами напополам». На Бадайбо проживала с отцом. Замуж вышла в шестнадцать лет и не успела повенчаться. Явился на прииск, род мистер Терещенко, да учинил побоище рабочих. «Не люди, звери с ружьями. Я вдовела я до венца. Легко ли? А потом вывезли жандарма с прииска и толкнули, катись дальше от Лены, чтоб духу вашего не было. И докатились мы с отцом до благодатного. Только чья здесь благодать? Понятно, чья, не для рабочих. Тогда скажи, как же вы там на позициях не думаете, за кого воюете? За царя ведь? За самодержавие? За ухоздвиговых и живоглотов? И погоны и кресты из царских рук? Через генералов царских или нет?» Тимофей встряхнул русым чубом и внимательно поглядел на новоявленную пропагандистку. «Что глянул так? Выпьем лучше, приискательница фартовая. Чокнулись и выпили». «Вижу, страдаешь по Дарьюшке, но на вздохах и охах не проживешь», — продолжала Ольга, бесцеремонно заглядывая в душу Тимофея. «Твоя ли она судьба, или ты запамятовал про рабочее дело?» «Середи-то тюрьма маячит, мало ли наших по тюрьмам и ссылкам. Для такой ли дороженьки Дарья Юскова? От дармового куска хлеба, да на тюремную корочку легко ли?» «От первой поглядки, ой, как далеко до жизни! Не береди душу, Ольга, остановил Зырян. Что ты пристала к нему, или глаз разгорелся?» «А я из костей и тела, живая, озорно искрилась карими глазами Ольга-приискательница. Ты вот Аркашку жени, Зырян, на моей сестре Анфиске». «Изведай, счастьице! Когда вы меня в гроб загоните, — хохотал Зыря. Хотя бы вернулся жив-здоров Аркашенька, — вздохнула Ланюшка. Крачковский, пощипывая пальцами свою козлиную бородку, допытывался. Назреет ли взрыв солдатской массы на позициях? Знают ли солдаты, за кого воюют и как живется трудовому народу в тылу? Доходит ли до солдат слова правды?» Тимофей отвечал уклончиво, правд расплодилось чересчур много. «И у монархистов правда, и у эсеров с кадетами, и у анархистов. И каждый лезет со своей правдой к солдату в окопы. Ну а наша, большевиков, — щурился Крачковский. — У рабочей массы нету партейной правды, — вздыбился мамонт-головня. Я завсегда говорю, — вот она, наша правда. И показал туго сжатый кулак. Рабочие должны объединиться в нашу партию, и тогда это будет сила. А без партии нет силы, чтобы свергнуть самодержавие. «Ты же сам в партии социалистов-революционеров», — напомнил Тимофей. «Вот уж правда, так правда», — засмеялась Ольга. «Давайте хоть песню споем, чтобы на душе отлегло». И, не ожидая согласия, затянула по диким степям за Байкалье, где золото роют в горах. Мамонт-головняк гакнул во всю мощь своих легких, и лампа мигнув потухла. «Чтоб тебе, мамонт оглушил», — засуетилась хозяйка в поисках спичек. «Не голос и ерехонская труба», — заметил Крачковский. «Самый подходящий — глушить царских сатрапов», — не унимался головня, чиркая спичкой. Тимофей вылез из-за стола, поправил френч, сказал, что должен навестить Филимона. Старый Зыриан успел ему рассказать про все злоключения в семье Боровиковых, и как Филимон изгнал отца за сожительство с Миланией, и про новорожденного Демида, и про родение Милани под тополем, что особенно возмутило Тимофея. Зыриан посоветовал. «Отложил бы до утра Тима, Филю-то перепугаешь». «Филя наш живучий», — ответил Тимофей, натягивая шинель. Из саквояжа достал подарки. Миланье отрез шерсти на платье, теплую шаль с кистями, игрушки для племянницы и брату, трофейные немецкие ножницы, бритву и хромовые сапоги с лакированными голенищами, офицерские. Вышел на крыльцо и лицом к лицу столкнулся с Ольгой. Не заметил, как она вышла из избы. «Чуть с ног не сбил, Георгиевский кавалер». «Прошу прощения». «Не прощайся». «Придешь песню, допеть или у брата заночуешь? Там видно будет, Ольга Семеновна». «Не навеличивай, не старуха. Гадки мы с тобой, оба как пни обгорелые. Жгло нас жгло, а не сожгло. И то ладно». «Не запамятуй завтра к вечеру ко мне всей компанией. Так у нас принято. Не побрезгуешь?» «Приду». Ой, как кольнуло в сердце, схватилась Ольга за грудь, невзначая першись о плечо Тимофея. «Ох, если б ты знал, Прокопич! Какими слезами исходит мое сердце, глядя, как проходит жизнь в глухомании и в скуке, и как сгорают молодые годы, как звездочки с зарею горят и тускнеют. Такая красивая и одинокая. Правда ли, что я красивая? А сама так и впилась в лицо Тимофея. Ну, если правда, спасибо. Может, потому и сокол не сыскался, а? Приискатели судят. Ольга Федоровна чересчур от фарта возгордилась. Неправда, Тима. «Не от фарта, а ищу фарт в человеке. Да где его взять, чтоб душа огнем загорелась?» Тимофей не знал, что и сказать. До того внезапной была атака приискательницы. «Хочу спросить, какая она была, Дарья и Лизаровна, в ту ночь, когда ее схватил Патылицын с братьями и с атаманом?» «Будешь в Минусинске, спроси у Ады Лебедевой. Она в каком-то психиатрическом институте училась в Петербурге. Живет она со своим мужем Винбаумом у Юсковых, там, где бабка Ефимия. Обязательно встречусь», — сказал Тимофей. Слушок, что на побывку приехал Тимоха-сицилист и остановился у Зыряна, весь в георгиях и в офицерских погонах. Филя подумал, может, не явится брательник в дом, откуда изгнал его отец с таким позором. До вечера Филя тревожно поглядывал в окна, не идет ли Тимоха. Потом успокоился, оно как не прикидывая одна видимость родства, а как по-божьи чужие навек. Он у сатаны в приклете, а у меня прислон к Богу, и помолился, не забыв спровадить Миланию с грудным Димкой родить под тополь, епитимья-то на год наложена. «Зимой родить не будешь», — смилостивился Филимон Прокопич, царапая спину, окосяк двери в горницу. «До весны разминку дам, с весны, как должно, до покрова дня. Перед иконами епитимью наложил-то не отверзнешь». Потускневшая робица Миланьи не перечила, надела валенки, жакетку, поверх жакетки собачью доху, укутала в сегное одеяло младенца и, перекрестясь на иконы, ушла под тополь коротать трудную ночь. Филимон завалился в постель и успел всхрапнуть, как вдруг раздался стук в избе. Кто-то вошел, зажег лампу и схватил сонного Филю за плечо. «Господи, помилуй, кто тут?» — наложил на себя крест Филимон Прокопич, продирая глаза. Возле кровати человек в шинели, весь в ремнях, при погонах и револьвер у пояса. Страхи Господни. «Но спишь ты, Иисусе Милостивый, Тимоха, кажись». «Но вставай», — подтолкнул Тимоха, и ноздри Филимона учуяли запах самогона, яко святотатство, и табаком воняет. «Истый Тимоха» — хлопал глазами Филя, и в Смоленске лазарете тоже зрил, и в сумление вошел. «Бредишь ты, что ли?» «Док спал». «Топереча зрю. Тимоха, Иисусе, при офицерском звании, извиняйте, ваше благородие. О, Господи, куды штаны сунул?» Натягивая шаровары, Филя бормотал что-то про лазарет в Смоленске, и как он нутром мучился, а Тимофей, не слушая брата, подошел к племяннице Мани, которая проснулась вместе с нянькой, поднес ей игрушки, но племянница заревела на всю горницу. «А ты, Анютка, да?» «Анютка». «И шо, опрось-ка?» «Я, Анютка, я, опрось-ка», — наклонился Тимофей к няньке. «Ты так и не подросла за два года». «Расту, может, вот тебе на конфеты», — одарил ее Тимоха горстью серебра, и, оглянувшись на лохматого, Филю вышел из горницы. Некоторое время братья молча разглядывали друг друга. Тимофей спросил, где Мелания. «К своим пошла», — не моргнув глазом, соврал Филимон. «К своим?» «Туда». Филя поежился под липучим взглядом Тимофея, сатаном. «Что у вас произошло с отцом?» «Да, волости, срам вышел. Покель на позиции в Осмоленске пребывал». «Какие позиции в Осмоленске?» «Так при лазарете состоял, ваше благородие». «Спишь ты, что ли?» «Никак нет, ваше благородие». «Какое я тебе благородие?» «Как при офицерском звании, ваше благородие?» «Давай без дури. Я ведь тебя насквозь вижу». «Не знал, что ты был в Осмоленске». «Как же, как же?» «И тебя зрил, как вот топерича. Генерала Лопарева хоронили, а ты, значит, генеральскую шашку нес вот так?» «Что ж ты потом не встретился со мной?» «В тифи валялся, Грю. И петь-таки в сумление вошел». «Оборотень подумал». «Шутка ли?» «Генеральскую оружие унес». «Иша подумал, к чему высокому превосходительству оружие на том свете?» «Ты бы хоть пригласил сесть». «Так вот лавка. Она что, чистая лавка?» «Тимофей снял шинель, повесил на крюк и сел с другой стороны стола. Филимон следил за каждым его движением. Что ж делать? Похоже, брательник собирается остановиться в его доме. Нехрест безбожник, курящий и пьющий. Весь дома паскует. Надо сказать Милане, чтобы лавку и столешню ножом соскоблила, да с дресвой промыла и тополевыми листьями протерла. Тимофей спрашивает про отца. Филя ерзает на лавке, скребет в бороде, бормочет про сожительство. И что народилось чада, и Филя Таберича должен кормить грех батюшек?» Ладонь Тимофея на столешнице сжалась в кулак. «Ну, а сам ты верил в тополевый толк? Или прикидывался верующим? В повиновение был, как испокон веку, предродителем? Не Юли, верил или нет?» «Веровал. Как в разумление вошел? Значит, верил. И знаешь, конечно, что по обычаю тополевцев положено, как это у них. Отверг я вчистую. Когда отверг? Возвернулся и срам такой. Ага. Когда тебя самого припекло, тогда я отверг. Тогда на что же ты жалуешься? Чему молился, то и получил. А за что измываешься над Миланей? Или за то, что она на своем хребте тащила весь дом, все хозяйство, пока ты при лазарете состоял? Ты бы на нее должен молиться, а не на иконы. У Фили в ноздрях завертело и по спине потянуло морозца. Вот он, кулак-то Тимохина, столешни. Не кулак молот. Но голова Фили не наковальня для такого молота. «Помнишь, как я заступился на покосе за Миланью, а ты в носу пальцем ковырял? И ты, ее муж? Обрани Бог, ежели тиснет меня, как тогда тятеньку. Господи, услышь глаз мой в молитве, сохрани жизнь мя. Вакераба твоего молился Филя, а Тимофей на пират. Я еще тогда хотел дать тебе хорошую мялку, да война помешала. Теперь поговорим. Да-ка, разве я супротив? Миланья-то в доме проживает, и младенец так же. И собаки у тебя в ограде проживают. Один ноник обе, к чему много собак? Жизнь Миланья в твоем доме хуже собачьей. Навета истинной. Где она? Под тополем. С младенцем, но. Да-ка, как верование? Какое верование? Тополевая? У Филимона Прокопича лампа в глазах раздвоилась. Он и сам не знает, по какому верованию радеет сейчас Миланья. Какой бог подсказал тебе мучить мать с ребенком, с грудным ребенком? Ну, какой бог? Тимофей побагровел. Левая щека у него задергалась. Как по старой вере? По тополевой. Какую ты отверг? Филип почувствовал себя припертым к стене. Говори, тополевец ты или нет? Да-ка, только без снохачества, что? А-ка, тополевец все-таки? Истинно так, как народился. Тимофей поднялся, примя плечи и глядя в упор, как выстрелил в самое сердце Фили. Сейчас пойду за отцом и приведу. Он ведь настоящий тополевец и знает весь устав вашей службы. Пусть он мне подскажет, как с тобой быть. Если признает, что ты не тополевец, а еретик и прыгаешь из веры в веру, тогда... Филип повалился на пол и воздел руки. Брательник, помилосердствуй, сколь я мытарился из-за тятеньки веда и шли. Ни тополевец я нет, перед Богом крест наложу. Зри, пусть меня коршуны склюют волки, сожрут, ежели я тополевец. Встань, помилосердствуй. А ты, Миланью, помилосердствовал? Нечистый попутал? Через гордыню мя? Через характер? Характер? Век буду молить, только мы не зови батюшку. Жизнь не решусь тогда. Врешь. За его ию жизнь ты продашь Бога Иисуса и все на свете. Как можно спаси и сохрани? Не молись, я тебя насквозь вижу. Ни в какого Бога ты не веришь, кроме одного, который у тебя в брюхе. К тому же ты трус. Василий Трубин тоже тополевец, а на фронте бил немцев, в шеи кормил в окопах. А ты при лазарете состоял. Завтра же определю тебя на фронт. Мать Пресвятая Богородица, как можно? Доктура, при лазарете белый билет прописали. Из-за умственной ущербности. Но если ты умственно ущербный и опасный для здоровых людей, то тебя надо немедленно спровадить в строгую изоляцию. Медленно проговорил Тимофей. И, вспомнив Дарьюшку, еще крепче стиснул зубы. Ее, никому не сделавшую зла, погнали в психиатрическую. А такие вот идиоты. Подошел к катке, зачерпнул ковш воды и выпил до дна. Брательники мы Тимоха, вспомнил Филя. А ты вот как со мной? А как ты с Миланей? Как? По совести? Прости ради Христа. Навек дам клятву. Не мне, а Миланей дашь клятву. Зови ее. Филя бегом кинулся за рабицей Миланей и долго уговаривал ее под тополем, чтобы она не сказала ничего лишнего сатанинскому отродью Тимохе, свалившемуся, как снег, на непорочную голову праведника Фили. Тимофей взглянул на Миланью, и сердце упало. Как она постарела. Губы осели вниз. И все лицо потускнело. В морщинах точно душа Миланей давно умерла. А тело оставалось еще здесь, в земной юдоле, на поругане мордастому мужу, из ребра которого она появилась на свет Божий, как о том сказано в Писании. Поздоровались. Миланья на ладошках, холодная, как льдинка. Святая ты, Миланья, если до сих пор не стукнула топором по башке Филимона. Знаю, что они учинили с отцом, тополевцы паскудные, за такие дела... Бог простит, лопотнула Миланья. Разболокись. Да привечай дорогого гостюшку. Заискывал Филя. Миланья прошла в горницу, разделась и вернулась с младенцем. Ну, каков парень, Тимофей взял на руки ребенка, не сообразив, кто он ему, Тимофею. С одной стороны, племянник, а фактически брат. Как крепко спит. На глаза Миланья навернулись слезы. Филя-то ни разу не посмотрел на младенца. Эд, он богатырь будет, Миланья. Не из родовы. Так же поддохнул Филя. Вот подрастет немножко, и я его возьму в город, чтобы он человеком стал. Господи, помилуй, охнул Филя. Разве я супротив? От Бога не отверзнешься. Ну так как же, Филя, будешь просить прощения у Миланья за все издевательства, какие ты и отец учинили над ней, над беззащитной? Долго ли Филя упасть на колени? Наложил тройной крест с воплем и стукнулся лбом в пол. Миланья ответила, Господь простит Филимон Прокопича, и я прощаю. Нечистый попутал должно, и тятеньку совратил. Оттого грех вышел. Замолим грех, замолим, старался Филя. Тьма, тьма. Тимофея дарил подарками и предупредил, если до него дойдет слух, что Филя нарушил клятву, тогда он немедленно примчится в белую елань и встретится с братом. От угощения отказался. Я ведь курящий и водку пьющий. Куда уж мне? Буду гостить Узыряна. Мы с ним из одного теста. Безум. Куда и в какую даль мчится Россия, и ветер несется ей навстречу, и не сей морщится свинцовой рябью, точно недоволен, что его потревожит. Полуденная пасмурь и тучи. День безотрадно постылый, как тяжелые воспоминания, и река в синих берегах, как в гробу, глаза бы не глядели. И все-таки Дарьюшка не уходит с палубы. Ветер бьет в щеки, а впереди за излученный черный дым столбом. Там что-то горит. Аннушка зовет Дарьюшку в каюту. Никого же нет на палубе и холодно. Не пойду, иди. У тебя губы посинели. Ну что вам от меня нужно? Идите, если вам холодно. Хорошо, что никого нет на палубе. Я успею подумать, мол, ведь Дарьюшка, глядя на столб дыма. О чем думать-то? Не скажу. Я пошлю отца. Ах, какие вы вредные. Ну что вы меня опекаете? Или я кого-нибудь съем? Или боитесь, что я кинусь в воду? Если бы хотела кинуться, не удержали бы. Я должна жить. Вот что. Не мешайте мне, пожалуйста. Чопорная Аннушка во французском мантопо стояла еще за спиной Дарьюшки, пряча руки в муфту, и ушла. Никуда не денется капризница. Никакая она не психически вложит, и все. Куражи наводит. Рассуждает нормально и злится еще, когда ее что-нибудь спрашивает. Пусть торчит на палубе. Но Дарьюшка не осталась мерзнуть. Она должна узнать, куда идет Россия. Кто сумеет ответить на такой вопрос? Не отец же, с божьей царя храни. Не черный дух, которого она чуть не откусила ухо. Не те мещане, купцы и казаки, которыми забит пароход. Кто же, кто? А что, если спросить капитана? Встретился какой-то червонный туз, глаза заплывшие, как у Борова, и губы в масле лоснятся. Он выполз на палубу из-за стеклянных дверей, пузо вперед, и руки, как крабы, словно кого-то нащупывал растопыренными пальцами. Гуляем, барышня. Загородил он дорогу Дарьюшки, но Дарьюшка так взглянула, что туз посторонился. Смотри, какая краля сердитая. Червонный туз. Это я туз. По какой такой причине оскорбление? Или ты думаешь, я пьян? А если я тебя? Ты мертвый, мертвый. И никогда не был живым, выпалила Дарьюшка, подступая ближе. И ты никогда не узнаешь, куда идет Россия. А это очень важно знать, чтобы жить. И ты мертвый. Но еще на ногах, мертвых много на ногах, полный пароход. А я найду, кто знает, куда идет Россия. Ты видишь, какая река, показала Дарьюшка. Мрачная и берега голые. Но река живая. Она не стоит на месте. А ты вот остановился. Иди. А-та-та-та, попятился Червонный туз. Значит, это ты и есть доченька, жми-дови-юскова. Дарьюшка не удостоила Червонного туза ответом и вошла в коридор первого класса, потом спустилась по трапу в поисках каюты капитана. Вот и каюта с табличкою капитан. Слышится фортепианная музыка, знакомые, обволакивающие, пьянящие звуки. И сразу вспомнился дом Михаила Юскова в Красноярске, хозяйка дома Евгения Сергеевна, Синоглаза и Непоседа, Аина и музыка-музыка. Как я танцевала тогда, рижмурилась Дарьюшка, взявшись за скобу двери. И жизнь была такая интересная, и не было никаких вопросов, а теперь я должна узнать. И как в свой дом вошла в каюту. Музыка оборвалась. У фортепиана сидел поджарый человек в белой сорочке с бабочкой, в черных брюках, и голова у него была совершенно белая, с коротко постриженными волосами. Он поднялся. Прошу, прошу. У вас здесь уютно и покойно, как дома, промолвила Дарьюшка, оглядывая круглый лакированный столик, мягкие стулья и кресла. Еще на одном столике с лампой и пепельницей лежали две трубки и коробка с табаком. Нашла себя в зеркале какие круглые глаза, словно черные пуговицы. Странно. Отчего они такие круглые? Лицо какое-то неприятное, холодное, со впалыми щеками. Ямочка на подбородке будто стала глубже, и подбородок чуть больше выдвинулся вперед. Вся-вся переменилась. Скоро буду, как бабушка Ефимия в морщинах и в землю в росту. Нет, я должна быть вечно такой, как тогда в гимназии, и все говорили, что я красавица. Поправила волосы. Откуда взялось это платье? Измятый, воротничок грязный. Я стала такой неряхой. Что сказала бы Аина Модница? Прошу, капитан указал на кресло. Мне удобнее на стуле. Еще раз посмотрела на капитана. Когда у человека седая голова, он должен говорить правду. Если седой человек лжет, значит он вор, сам у себя ворует жизнь. Она никогда не повторяется жизнь. У всех одна из пяти мер. Капитан не удивился. Он знал, что гостья пожаловала к нему. Из каких же пяти мер? Капитан должен знать. Простите, не знаю. Вы же предупредили, седой человек не должен лгать. Да, я скажу. И Дарьюшка, не торопясь, рассказала, как от чрева матери человек переходит из меры в меру вплоть до вечности, когда он умирает. Мой папаша не верит, что жизнь из разных мер. Он вообще ни во что не верит, кроме денег. Капитан, понимающий, усмехнулся. Значит, из пяти мер. Не для всех. Переходят из меры в меру только те, кто приносит людям добро, не жестокость. Для жандармов, насильников есть только одна мера. Жестокость. Вот как. А я хочу узнать. Хочу. Это очень важно. Хочу спросить. Я слушаю вас. Капитан наклонил голову. И вдруг, как удар колокола. Куда идет Россия? В смятении он поглядел на Дарьюшку. В Красноярск, если ночью не задержит туман. О, не смейтесь. Разве я о пароходе? Ах, вот как. Прошу прощения. Куда идет Россия? Как бы вам сказать. Трудный вопрос. Война, думаю. Нет же, нет. Если бы Россия знала, куда она идет, не было бы войны. Но она есть. Я знаю. И все время думаю, куда идет Россия? Куда? Где наша счастливая пристань? Или для России нет счастливой пристани? От жестокости к новой жестокости? Да? За что? Помните, у Данте в божественной комедии на вратах ада написано «Оставьте надежду, входящую сюда». Это же страшно. Страшно, капитан. Я вижу, вижу эту надпись на вратах России сейчас. Она горит кровью мучеников. Звенят, звенят цепи каторжников. Вы разве не слышите, как звенят цепи и как стонут арестанты? А я слышу и мне страшно. Капитан молча глядел в сторону. Я понимаю, вы боитесь сказать, куда идет Россия. Жандармов боитесь? Нет, капитан, не боится жандармов, да и нету их в каюте. Есть, есть, они везде, помните? Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. И отирая лоб, виновата спросила, или не так. Я не перепутала. Капитан промолчал. И он погиб. Кто? Лермонтов, разве вы не знаете? Знаю, знаю, ну вот. Но я не о том, я все думаю, куда идет Россия. Это очень важно, очень важно, чтобы жить. А я хочу, хочу жить. Я плакала, когда читала о французской революции. Либерте, агалите, фратерните. И зажмурясь, повторила по-русски, свобода, равенство, братство, счастливый народ. Не совсем, заметил капитан. Почему? Как мне известно, во Франции нет ни свободы, ни равенства, ни братства. Но почему, почему? Он пожал плечами. Неужели никогда не будет свободы, равенства, братства? Или все люди на земле прокляты Богом? Надо надеяться на будущее. А какое оно будущее? Наступала Дарьюшка. Неужели после войны в России так все и останется? И царь на престоле, и жандармы, и казаки, и люди в цепях, и тюрьмы, и нищие. А мой папаша будет наживать миллионы. Чиновники будут писать какие-то бумаги, капитаны будут играть Брамса. Дарьюшка горестно покачала головой. Капитан по-прежнему молчал. В каюту неслышно вошел племянник капитана, инженер Грива. Капитан выразительно взглянул на него, тот бесшумно прикрыл за собой дверь. Итак, не всем, значит, пять мер жизни. Дарьюшка поняла капитана. Вы вот сейчас подумали, что я просто сумасшедшая, что вы, что вы. Я не обижаюсь, кротко проговорила Дарьюшка. Это же так просто, назвать сумасшедшие, чтобы не слушать правды. В гимназии меня тоже считали ненормальной, потому что я думала не так, как все, и видела такое, чего не видели сахарной барышни, и читала книги, на которые барышни никогда не взглянут. Это же она, узнал Гавриил Грива, замерев у двери. Как она оказалась здесь? Конечно, она самая мятежная душа из Белой Елани, Дульсинея Енисейская. Так он называл Дарьюшку, когда встречался с ней в доме Метелиных в Минусинске. Знает ли дядя капитан, что его гостья психически больна? Вчера утром вспомнила что-то Дарьюшка, так и не почуяв, что за ее спиной Гавриил Грива. Это случилось только вчера, а у меня такое ощущение, будто прошло сто лет. Когда я проснулась в доме Пашиных и выглянула в окно, удивилась, как много коров на площади. Это пастух собирал стадо. Мычат, мычат, мычат. Настойчиво, утробно, как будто призывают к этому всех живых. И я подумала, смешно, подумала, что если бы люди, живые люди, с живыми душами вдруг превратились в быков и коров и знали бы одну заботу, как бы набить утробу или спокойно идти под нож мясника. Как бы счастливо жили тогда все жандармы и насильники. Я попробовала мычать и стала противно. Лучше смерть. Я была один раз у архиерея Никона, когда училась в гимназии и спорила с ним. Продолжала она, сосредоточенно разглядывая немецкую марку фортепьяно. Это было еще до войны. Пришла к Никону со своими ненормальными вопросами. Если бы вы видели, какие картины в золотых рамах в гостиной архиерея. В ругом мягкая мебель, красного дерева, зеркала и ковры. И сама гостиная, как зал театра, огромные окна и солнце, солнце. Я совершенно потерялась в такой гостиной и сразу подумала, зачем я пришла? Разве человек, живущий в такой роскоши, сумеет понять мои страшные вопросы? Разве волк понимает бленья, овечки, коршун, писк синицы? И сама себе ответила, люди никогда не поймут друг друга, если они живут на разных этажах благополучия. Один всегда в роскоши, кушает на серебряных блюдах, имеет парижского повара, а другой, как мастеровые люди, всегда в мазуте, в грязи, в нищете. И всегда с ним нужда несчастья, болезни. О, Боже, как страшно устроена жизнь людей. Но почему? Почему? Никон вошел, крест золотой на груди, руки пухлые, упитанные, осенил меня щепотью, православной щепотью. Смешно. Я же сразу стала бы еретичкой, если бы узнал мой дедушка. Мы же старобрядцы. А тут стерпела и даже поцеловала крест. Бррр, борода у него черная-черная, кудрявая, расчесанная на две половины, точь в точь, как у моего отца. Смешно ей Богу. Кто-то чью-то бороду носит, кто-то на кого-то похож лицом, и вообще, как я заметила, что-то чересчур много людей, похожих друг на друга. Коровы и тени похожи так друг на друга, как люди. А знаете почему? Капитан не успел спросить, Дарьюшка сама ответила. Жестокость подавила людей, стерла лица, носы, улыбки и все-все. Вы не видели, как зерно перемалывают в муку? А я видела. Течет зерно в жолоб, в верхнем жернове, а потом течет мука в мешок, белый или серый. Есть ли из обойной пшеницы белая крупчатка? Так и все насильники, жандармы, казаки, войска, перемалывают безоружных людей в серую или белую муку. Интеллигентный в белую муку, а простой люд в серую. Разве это не страшно? Капитан машинально взялся за свою трубку. Вот так гости не в своем уме. Грива так и стоял у двери, глядя Дарьюшке в спину. Он помнит, все великолепно помнит. Не по случайной встрече в Белой Елане, а еще по тем встречам в июне 1914 года. Тогда он трусливо сбежал от нее на рудник, даже не попрощавшись. Не потому, что она в чем-то была умнее его, бесстрашнее, и так же вот как сейчас ставила свои страшные вопросы, на которые он не мог тогда ответить с той же искренностью и прямотой. Я спросил архиерея, не страшно вам, когда всех людей перемалывают на муку? И что же он ответил? Капитан прикурил трубку. Он так липучо поглядел на меня, а потом взял за обе руки и пригласил в свой кабинет. Парадная лестница заслана ковром, идешь и шагов не слышно, как по сыпучему песку. Никон не отпускал моей руки, мне стыдно, а я иду, иду, со ступеньки на ступеньку. Вспомнила, как в божественной комедии спускаются в ад. Только где он, ад? Я думаю, он на земле. Начался наш разговор. Впрочем, нет, никакого разговора не было, была проповедь и еще, паскудство. Он опять взял мои руки, и мы сидели в креслах, колени в колени. Он говорил, что меня обуяла гордыня, и надо смирить ее, и что никто не перемалывает людей на муку, а сами люди, великие грешники, достойны того, чтобы терпеть кару Господню. Но я видела по его глазам, что он и сам не верит в свои слова. Он совсем не про то думал. Он просил, чтобы я пришла в следующий четверг. Я была в чистый четверг, но я была рада, что ушла от него, и всю дорогу плевалось. Господи, как жить, если душа не на месте? Я все ищу, ищу живую душу. Если бы вы знали, что я пережила в Белой Елане за два года после гимназии. Это не рассказать. Я столько молилась ночи напролет, не Богу, сама не знаю, кому, только бы облегчить душу, чтобы жить и не думать над страшными вопросами. Но я не могла так жить и не думать. Никто из родных меня не понимал, не знал и знать не хотел. Совсем как в пустыне, я все думала, вот мать, которая меня родила, носила на руках. Но мы же с ней совсем чужие, как иностранцы. И никогда не были родными. Она сама покорность, вечный покой, как на кладбище. А я ждала, сама не знаю, чего и кого ждала. Хоть бы землетрясение, что ли, но не было землетрясение, ничего не было. Сон, вечный сон и кладбищенский покой. Жить вечным покоем кладбища это же страшнее смерти. Сколько раз я собиралась бежать, а куда? В няньки идти или в гувернантки? А вы знаете, как бывает с няньками в богатых домах? Неделю жила в Минусинске в доме Метелиных. Знаете их? Ну вот, в их доме. Сам Василий Семенович Метелин, сын декабриста, смиренный сын отечества, не такой, как отец. А Метелин смирился и разбогател, конный завод имеет. Но я не о том. Тогда в Минусинске я и встретилась с горным инженером Гривой. Вот как. Капитан переглянулся с племянником. Ну и каков же он горный инженер? Дарьюшка подумала. Я его звала Рыцарь Мятежной Совести, но он... Оказался не рыцарем? Не знаю. Он как-то исчез вдруг сразу. Отец его политически ссыльный, доктор Грива, и дядя еще плавает капитаном. Дарьюшка откачнулась на спинку. Вы тот самый капитан? Почему тот? Рассмеялся он. Я действительно дядя Гавриила Гривы, бывший лейтенант флота, разжалованный и осужденный ныне капитан России, Тимофей Прохорович Грива. О, Боже! Всплеснула руками Дарьюшка. Тимофей. Это имя так много значит для меня. Его звали Тимофей Прокопич Боровиков. Он был тоже ссыльный большевик. Большевик? Да-да, он погиб на фронте. Убит, убит. По впалым, раскрасневшимся щекам Дарьюшки, катились слезы, и она не стыдилась, их глядя в стену. Словно стена была прозрачной, и она видела нечто свое, сокровенное и неповторимое, и чрезвычайно важное для нее. И в этом сокровенном был, конечно, Тимофей Боровиков. Он убит, и кто знает, где покоятся его останки. Где та похоронная бумага, которую подал ей мрачный старик из окна дома Боровиковых? И где он теперь, сам старик, вещун о пяти мерах жизни? Да и есть ли они пять мер? Старик просто обманул ее. Но как жить? Должно же быть хоть какое-то утешение. Не жить же в одной мере с тюремщиками, с жандармами и грабителями. Пять мер, пять мер, бормотала Дарьюшка. Это потому, что я ищу, ищу, как жить, ищу человека, живые души, как трудно жить. Да, трудно, согласился капитан, но с племянником моим давно не встречались. Совсем недавно, в Белой Елане, даже не поверила, что это был он. Ночь такая трудная, страшная, я убежала из дома Юсковых. И хоть бы кто приютил на одну ночь, хоть бы кто. С той ночи сердце будто горит. Мне так страшно. Как жить? Вчера я хотела умереть, но не сумела. Потом меня хотели отвезти к доктору Гриве, вашему брату. Внезапный стук прозвучал, как выстрел. Гавриил Грива выронил свой портсигар, вздрогнув, Дарьюшка вскочила. О, Боже! Я вас напугал, извините. Гавриил подошел к ней. Вы здесь? Дарьюшка еле собралась с духом. Да, я из Белой Елани. Нету Белой Елани, а есть черная и страшная. И вся Россия кажется мне такой же, страшной черной Еланию. Это правда, согласился Гавриил. Но разве такая судьба России? Глаза Дарьюшки требовали честного ответа. Россию ждет другая судьба, уверил капитан. Другая? Переспросила Дарьюшка. Это правда? Или тоже? Слова, слова. Святая правда, Дарьюшка. Россия дошла до такой черты, как Гамлет Шекспира, когда задал себе знаменитый вопрос, быть или не быть. Весь народ России ставит сейчас такой вопрос. Если быть, то революция неизбежна. О, если бы так. Будет так, твердо заверил прямой и красивый капитан. Но мне пора на вахту. Прошу прощения. И мне пора. Пора, пора, рогат рубят, поспешила Дарьюшка. Еще потеряют тюремщики и начнут бегать по России и всех поднимут. Капитан развел руками. Вот так сумасшедшая. Понятно теперь, почему ротмистр Толокнянников обмолвился. Ваша дочь не просто больная, господин Юсков. Мысли у нее крамольные, подрыбные. В своем дневнике Грива потом записал. Она поразила меня своей непосредственностью. Если она, как ее считает, психическое, то каковы же мы нормальные? Ее можно видеть всю, и она не считает нужным скрывать свои мысли и чувства. А мы, я лично, живу, как кресло в чехле. Сам чехол чистый, выстиранный, а под чехлом пыль и грязь. Я прячу свои мысли, она их держит на ладони. Она обнаженная, а мы, я лично, в панцире условностей недомолвок. Может быть, она из будущего? Действительно, из пяти мер жизни. Прозрачной звездной ночью, когда капитан стоял на вахте, в штурманской рубке находился под впечатлением разговора с обнаженной Дарьюшкой и бесстрастно курил трубку, попыхивая ароматным табаком, вдруг раздался голос. Можно войти? В дверях рубки стояла Дарьюшка. Милости прошу, приветил капитан и подал гости свой стул с высоким сиденьем, но Дарьюшка не села. Подошла к штурманскому колесу, остановилась возле рулевого и мило улыбаясь проговорила. Мой папаша спит сном праведника, и я убежала. Вы не сердитесь, пожалуйста, что я пришла сюда. Люди так редко встречаются и потому не знают друг друга. Насильники всегда вместе, а люди врозь, как звезды на небе. Капитану неудобно было сказать что-нибудь откровенное в присутствии рулевого, и он промолчал, затягиваясь дымом. Знаете, что я подумала? Оглянулась Дарьюшка на капитана и, не ожидая ответа, промолвила. России нужен добрый капитан, умный капитан, чтобы он не был жандармом, а человеком, и всех понимал. Разве такого капитана нет? Капитан пожал плечами. Такого капитана, пожалуй, нет, подумал. Есть особо императорского величества с рыжей бородкой в погонах полковника, но ведь не капитан же он России. У манских порогов Россия развернулась и бросила якорь. Ложился туман, успевший укутать в белый тулук оба берега. Капитан проводил Дарьюшку и долго потом сердился на себя, что не сумел сказать ничего путного о страдающей Дарьюшке, который он понимал, но не мог быть столь же откровенным. Поздним утром Дарьюшка покинула пароход, и капитан почему-то постеснялся проститься с нею. Зависть 14 Знакомый гимназический переулок города на Енисеи. Дарьюшка его узнала и удивилась, какими судьбами занесло ее на извозчике в этот тихий переулок с деревянными домами, где три года назад бродила она с Аиной Юсковой в недозволенное для гимназисток время после восьми часов вечера, и все-таки попалась однажды на глаза классной кобыли, и та пристыдила Дарьюшку, вы же дочь почтенного родителя. Вот и главная улица, Воскресенская, прямая, как стрела, с плитчатым тротуаром. Сокуют подковы, горожане, экипажи, конные казаки, солдаты, разночинцы, золотые купола собора, двухэтажный деревянный дом Михаила Юскова, енисейского миллионщика. Старый слуга Ионыч, лысый, иссохшийся старик, раскланился перед Елизаром Елизарычем и его дочерью и послал человека наверх к хозяйке дома, Евгении Сергеевне. — Михалыч жив-здоров? — спросил Елизар Елизарыч. — Не домогает, Михалыч, не домогает. Семьдесят пять, но не стукнуло. — Слава Христе, дожить бы нам! — рубил Елизар Елизарыч, помогая Аннушке раздеться. Прибежала подруга Дарьюшки, Аина, в нарядном синем платье, пахнущее духами и сквозным ветром. Целовала Дарьюшку в щеке, жаловалась на забывчивость подруги, а сама Дарьюшка, теряя связь с действительностью, напряженно прислушивалась к таинственному звону колокольчиков. Звенят, звенят, звенят. Серебряные колокольчики тихо промолвила она, улыбаясь. — Какие колокольчики, Даша? — не поняла Аина. Звенят, звенят, звенят. И потом в городской больнице, куда определил Дарьюшку отец, согласно особому предписанию ротмистра Толокнянникова, Дарьюшка все еще слушала малиновые перезвоны. И дед Юсков долбил. — Слышь, Даша, как вызванивает нашинская малинушка. Или приходил отец, в английской поддевке, глядел на нее тускло, медвежьей тяжестью, словно хотел раздавить непутевую дочь, и, уходя, показывал ей свои массивные золотые часы на платиновой цепочке с драгоценными камнями, и часы пели, мерно и ласково вызванивая «Боже, царя храни!» По настоянию Елизара Елизарыча и небезденежной подмаски Дарьюшку поместили в отдельную палату психиатрической больницы с острожайшим условием, чтобы ни единая душа не знала о ее пребывании в больнице, кроме указанных лиц, Аины Юсковой и Евгении Сергеевны, которые обещали наведываться к больной. Противные лекарства, порошки и микстуры, два окна с решетками, железная кровать, привинченная к полу и толстая дверь на замке. Арестантка. Дни менялись, жизнь плелась все та же, постылая, без веселинки и просвета в тучах. Ночь. От вековечной тьмы самодержавия, от безысходной нищеты людской, от кандальных перезвонов на этапных трактах, в городах, среди людей фабричных, заводских, среди господ, в богатых особняках, на редких сходках, в деревнях и селах, везде и всюду. Люди чего-то ждали, какой-то перемены, только бы не жить в такой стылости, от которой сатанел дух и мертвела память, роняя в забвенье годы и саму жизнь. До коллижа. Одни говорили, грянет день и совершится чудо. Русские армии разобьют войска вероломного Вильгельма с его союзниками, и тогда настанет мир и благодать Господня. Возрадуемся, братья, и воздвигнем крест на святой Софии. Да никто не верил в такую благодать. Русские армии терпели поражение. Калеки на костылях, возвращаясь домой в рваных солдатских шинелях, продуваемых ветром, люто проклинали войну, граби ловку богатых, тьму нищих и обездоленных, пророчествовали, что ни сегодня, ни завтра солдатня повернет штыки, смахнет престол, и начнется революция. А пока? Знай, не зевай, дай мошну набивай, лопатой греби деньги. Все тлен и разминка на полпути, одно золото вечно. Золото, как кровь, выцеди, и пиши сам себя за упокойный листок, староверческую домовину заказывай, чтобы не на казенный счет похоронили с православным попом. Рви глотку ближнему, да помни, если до смерти не уходишь ближнего, то не ровен час, поверженный наберет силу, и тебе глотку перехвать. Хочешь жить? Умей крутиться. Войди в дом ближнего и обдери его, как дальнего. Не в накладе будешь. Языком можешь ужалить, капиталом насмерть прихлопнуть. Совесть не для простаков, невод для дураков. Не будь дураком и простаком, кодил раздуешь. Своя рубаха ближе к телу, а еще лучше, если содрать рубаху с ближнего, в двух рубахах теплее. Заповедей много, жизнь короткая. Родная кровь до той поры родная, покуда твое тело греет. Если от крови ни тепла, ни прибыли, то это не твоя, чужая кровь. Елизар Елизарыч так и поступил. Не покорилась Дарюшка, не стала опорой в деле. Определил сумасшедший дом и спину выпрямил, лишний груз сбросил с плеч. Про Дуню не вспоминал. Мало ли, пустоши растет на земле. Даже собственную бороду приходится стричь ножницами. А вот иные начисто бреют, лишние никчемные. Не вышло с дочерями, повезло в деле. Самого господина Востротина, миллионщика, обжал на 137 тысяч золотых в довоенном курсе. Копейка в копейку. К титьке и не прикладывался, а грудь высосал, и господин Востротин, хоть и мостак в деле, с заморцами лапа в лапу, и то чуть на стену не полез. Хищник только и сказал. Мало того, Елизар Елизарыч обжал томского миллионщика Саханова, опередил в сделки с англичанами, вступил пайщиком в русско-азиатское объединение, прибирающее к рукам рудные месторождения Сибири. Еще год-два, и Елизар Елизарыч не без англо-американской помощи перехватит горло, и золотопромышленнику Иваницкому англичане давно приглядываются к его руднику Сарали. Не рудник, золотые горы. Само собой, торговля. За минувший год навигации из Красноярска по Енисею, а там морями и океанами, вывезли в Европу 40 тысяч пудов масла, 15 тысяч пудов конопли, 1300 пудов льна, а по Аби, на судне Форестол, отправили в ту же Европу более 100 тысяч пудов масла, поставленное фирмой Вандерлипа, пайщиком, который состоит Елизар Елизарыч. Сибирское масло пойдет на рынки Европы как датское, но и пусть, лишь бы обороты пучились от прибыли. Сейчас на Сибирь нацелились американцы, не опоздать бы в сделках, знай, не зевай, мошну набивай. Евгения Сергеевна, бывшая полюбовница Востротина, и та умилилась, ох и медведь, до чего же сильные хватки. На что Елизар Елизарыч ответствовал? Благодарствую. Ваше слово как бриллиант ювелирщика, хоть в банк клади, не просчитаешься. Не просчитаетесь, уверила Евгения и пригласила таежного медведя на званный обед, предупредив, что будут заезжие иностранцы, в общем, человек 30. Но Елизар Елизарыч, конечно, не затеряется в застолье. Вы такой приметный, льстила львица с голубыми глазами. Будет еще отец Исидор из Китана. Мой старик собирается замолить даже старый век. Грешен может. Глаза Евгении Сергеевны стали синими-синими, как две слезы Христовы. Безгрешные в богодельне проживают, удачно ввернул Елизар, соображая, что за петлю готовит ему красавица. Не думает ли отыграть капиталец полюбовника? Пусть испытает, как бы сама не выпрыгнула из нарядного платья. Они беседовали в оранжерее дома Гадалова. Гости еще не вышли из внутренних покоев. Прислуга расставляла маленькие столики. Эта оранжерея была гордостью Гадалова, и он всегда здесь потчевал гостей. В центре возвышалась пальма, распахнув зеленое опахало под самым стеклянным куполом. Слуги двигались молча и бесшумно. От цветов веяло свежестью и отдохновением. На улице осень, а здесь весна и цветут заморские розы бирбанка. Вы мне нравитесь. Очень. Потупилась Евгения Сергеевна. Вы, как редкий самородок, благодарствую. Глазами так и впился в голову львицы. Она была высока, не в девичьем возрасте, но поразительно моложава и сумела сохранить фигуру. На ногах английские туфельки, на низком каблучке роз не позволял щеголять на французском. И так по плечу медведю. Впрочем, и сам медведь нарядился. Аннушка постаралась. И манишка белоснежная, и фраг, как уголь, и черная бабочка на крахмальном воротничке. Вот только сапоги с лакированными голенищами не кстати точь-в-точь заезжий купчина, а не знатный акционер-миллионщик. Привык греть икры и голенищи. А мой старик совсем выжил из ума, жаловалась Евгения. Сейчас время крупных сделок, а я как связанное. Просто поражаюсь, как вам удалось войти в дело с англичанами, и даже француза подхватили. Елизар Елизар щурил цыганский глаз и загадочно ответил. Цветы баскенькие, а запаху нет. Или мне нос заложила? Евгения Сергеевна уразумела намек. У них весьма тонкий запах, французские. Ишь ты. Да и мой нос не толстый, а вот запаха не чую. Он чуть наклонился, скосил глаз на львицыны холеные руки, невольно подумав, что этими руками она бы с превеликим удовольствием перехватила ему горло. Но и он, истаковский. Пахнул. В глазах Евгении прыгали бесики. Немножко. Нравится вам аромат? Да чей аромат-то? Он может быть и вашим, милый медведь, усмехнулась Евгения. Вы столько раз бывали у нас, неужели так ничего и не поняли? Старику же, 76-й, он совсем выжил. А дело-то чье? Юскова, а вы кто? И с той же фамилией охотно подтвердил Елизар и тут же спохватился. Да корень разный. Все мы под одним корнем. Как так? Наш общий корень, капитал или не так? Где бы он ни был, а все одно капитал. И если бы к вашему капиталу еще один, да если бы к вашей хватке еще одну, ласковую, нежную, с большими связями не только в Петербурге. Петербурга нету, невежливо вставил Елизар. Есть. Как только его величество подпишет мир, так и Петербург вернется. Слухи, али как, насторожился миллионщик. Есть всякие, да я не о том. И руку колбу будто запамятовала. Прищурив цыганский глаз, Елизар Елизарыч размышлял. А ловко вышло бы, силу бы я набрал огромную, десятерым линдом востротиным не сживать. Да хитрит змея, хитрит, невод закидывает, как бы ловчая, заманить ее самое в этот невод. Да скрутить, чтоб не прыгала в миллионщица. А вслух. Кабы дал бог. Сцепились глазами, молчат, у Евгения раздуваются ноздри. Медведь цапит в бороду и чмокает, словно пробует львицу на вкус. И что же? Прикинуть надо, мялся медведь. Как прикид. И брови вскинуло, будто не разумеет. Птица в гнезду, если не прикинется, в гнезде жить не будет. То и нам испытать бы. В гнездышке. А? Щеки у Евгении Сергеевны зардели. Так уж сразу и в гнездышке. Вспыток не убыток. Помолчали. Красавица напомнила. Да ведь в вашем здешнем гнездышке, говорят, живет славная птичка. На что медведь ответил? То не птичка, а сопутница. Дуни нету. Какой вы безжалостный. Во что? Я сопутницу в дело вывел. Заведение в Минусинске откроет. Заведение, будто испугалась Евгения. Ресторацию. С девицами? Девицы не птицы, сами за стол садятся. Еще раз сцепились глазами в голубых черти, пляшут овчерных у медведя. Смола кипит. И борода дымится кольцами. Хитрюще, отметил он. Обжать бы ее со всех сторон, чтоб тонкой стала. Надо самого Михаила Михайловича натравить на нее, чтоб не допускал в дело, а там мирком да лотком и Михаила уже мануть. Чевелева с Гадаловым подпущу к Михаиле, они живо обормочут, в трех скитах не отмолятся. Евгения Сергеевна соображение имело другое, а я его расшевелила сытого. С ним надо играть в откровенность, да напустить на него четверствор там. А он его втянет в крупную сделку, а потом сделка лопнет, и весь капитал будет в нашей компании. Но в чьей нашей? Не окажется ли она сама у разбитого корыта? Когда же он умрет, лысый дурак с досадой, подумала о муже и спросила, правда ли, что вы осчастливили мадам Тарабайкину Маньчжурскую, отдали в ее заведение такую красавицу, от которой все с ума сходят? Эх, а я крякнул Елизар, впервой слышу. Никакой красавицы знать не знал, да ежели бы знал, в заведении не отдал, спаси Христе. Вот уж будет диво, когда Востротин разыграет свой номер, думала Евгения. Но что же это за красавица и куда отдал в публичный дом? Господь! Он и меня бы определил туда, если бы удалось прибрать мой капитал. А вслух! Какой же вы право, милый медведь! Да и вы, Евгеньюшка, не из малых птах, на больших крыльях летаете, слава Христе! Так уж и на больших хихикнула и, заслышавши, тихо договорила. Я подумаю про гнездышко, вы мне право нравитесь. Дай-то, Господь, чтоб сие совершилось! Возрадовался Елизар, подхватывая ее под руку. Знай, не зевай, мошну набивай. Ели и пили, друг перед другом похвалялись. На здравие не скупились, но у каждого был припрятан за пазухой камень. От духмяных кушаней, приготовленных французским поваром, голодный упал бы. Вино заморское, французским коньяком, аппетит разжигали. Бесились не от жиру, а от пресыщения. На матушку Россию смотрели сквозь пальцы, под иностранцев рядились. И даже каменный одноэтажный особняк Гадалова выстроен был на манер итальянских богатых домов, хотя и строил русский инженер русскими рабочими руками. Так уж повелось. Свое под ногами на чужое глаза вскидывали и умилялись. Но на этот раз на званом обеде не было ни одного иностранца. Сошлись потолковать про житье, бытие русское, а главное прощупать печенку у каждого. За столиками по трое бог троица любит, девиз Петра Ивановича Гадалова, миллионщика с русским размахом и желудком истого французия. Господин Востротин, джентльмен, от воротничка до заморских ботинок, один за столиком с тремя приборами, кого-то поджидал, должно. Евгения Сергеевна сидела с медведем, колени в колени и сам Петр Иванович Гадалов тут же, как бы на довесном. Была еще одна престарелая дама купчиха Синельникова с мужем, а вместе с ними поручик Синельников. Семья почетная в Красноярске не то что Шмандины или Худояровы. Синельников пожертвовал городу детский приют, выстроил трехэтажную каменную школу на берегу Енисея. Про Синельниковский приют молва дошла до Петербурга, Экидамина. Не на собор кинул деньги, а на горемычных сирот.